Солдаты, о чем что происходит на войне, вас не предупреждали. Никто не рассказывает о том, как пахнут кровь, дерьмо и серое вещество мозга, когда трупы начинают гнить. Или когда запах крови, пота и дыма впитывается в ваши руки. Прошло уже 7 лет и не было ни одного дня, когда мои руки не пахли смертью. Это тяжело передать словами, этот запах всегда отвращает, хотя в то же время ощущается как что-то знакомое. Никто не рассказывает о шоке. Шоке от того, что то, что было бегущим, дышащим, живым человеком, превратилось в безжизненный окровавленный мешок разорванной плоти и костей. И что это превращение происходит быстрее, чем в мгновение ока. Никто не дергается из стороны в сторону, никто не шлепается на спину, как в телеке. Нет. Я нажал на курок и по ту сторону моего прицела кто-то перестал существовать. Именно так. Или возможно о том, как я был шокирован, когда впервые увидел мертвых гражданских. Никто не рассказывает о страхе, когда пуля выбивает твою винтовку из твоих рук. О страхе увидеть друга, истекающего кровью до смерти, зная, что ты не сможешь никак помочь ему. О страхе из-за того, что ты не знаешь, что находится за дверью, которую ты собираешься выбить. И о страхе, что ты больше не сможешь быть таким, как раньше. Когда случается бой, обычно он длится 4-8 часов. Вам жарко, вы потеете, вы устаете. Вы теряете концентрацию. Вы можете долгое время не иметь возможности поесть. Вас мучает жажда, потому что вы пытаетесь беречь как можно больше воды. Солнце чаще всего уже начинает садиться. Видимость довольно слабая. Вы не в лучшей своей форме. И затем это происходит. Вокруг вас очень шумно. До нелепости шумно. Слишком много разных звуков звучат одновременно. Очередь ваших орудий, очередь вражеских орудий. Ракеты, гранаты, гранатометы. Помимо всего этого, вы пытаетесь обмениваться информацией о том, что вы все видите вокруг себя. Ваш командир пытается руководить передвижениями и огнем. Вы впадаете в сенсорную перегрузку. Ваше тело накачивается адреналином, как никогда прежде. И помимо всего этого, вы должны сосредоточиться на своих обязанностях. Где враг? Где оружие, которым я стреляю? Знает ли мое подразделение их месторасположение? Прикрыт ли я? Достаточно ли надежно я прикрыт? Сколько патронов у меня осталось? Сколько человек погибло в результате этого взрыва? И где-то позади всех этих мыслей, есть ли среди наших раненые? Меняет ли наше подразделение позицию? Уйдут ли они все без меня? Не выкрикнул ли кто-то мое имя? Где вертолетная поддержка? Не забудь дышать. Все это происходит, мягко говоря, в лихорадочном режиме. Все это волнует и пугает одновременно. Разные люди справляются с этим по-разному. Что касается меня, я никогда не чувствовал себя более живым. Ни до, ни после. Скука. Абсолютная ошеломляющая скука. После первой миссии вы ожидаете, что под каждым камнем и каждым дорожным знаком заложена мина, после чего чувство реальности возвращается. И тогда начинается скука. Скука во время миссии. После скучной миссии вы возвращаетесь в скучную казарму, где вы скучаете несколько часов, пока не настанет время приема пищи. Затем вы едите ваш скучный сухой паек. Переживав его, скучаешь еще несколько часов, прежде чем пойти спать. Сразу после пробуждения жалеешь о том, что вообще ложился спать. Затем проживаешь еще один полный скуки день. Наконец, однажды во время миссии случается дерьмо, и несколько часов ты живешь со скоростью 200 километров в секунду. Благодаря адреналину все как бы размывается, но в то же время становится кристально ясным. Когда все эти события проходят, тебе кажется, что прошел целый день, но затем ты понимаешь, что прошло всего несколько часов, после чего невыносимый груз жизни и душераздирающие осознание снова ударяют по вам. Если прежде вам все казалось скучным, то теперь вы начинаете думать, что погрузились в небытие. Жизнь превращается в бесконечный канал, в котором нет ничего, кроме статичного ожидания следующего появления какого-то смутного изображения, проплывающего на заднем фоне, которое исчезает так же быстро, как появляется. Прежняя скука превращается в невыносимую карусель одних и тех же фальшивых видов, которые ежедневно проносятся мимо. Подъем, прием пищи, миссия, отбой, меняется лишь порядок. Если вам повезет, не повезет. В этом уравнении может появиться битва, но это случается очень редко. Затем, после определенного количества повторов этих сцен, ваше время выходит и настает ваша очередь вернуться домой. Можно подумать, круто, теперь ты дома, ты вернешься к прежней жизни. Но в прежней жизни вероятность участия в битве нулевая. Из-за осознания этого ты начинаешь отчаянно стремиться вернуться к той же скуке. Звук тысяч людей, читающих свои молитвы на некотором расстоянии от вас, окружающий вас ранним утром, это одна из самых захватывающих вещей, которые я слышал. Это может быть прекрасно, но осознание того, что некоторые люди, которых вы слышите, собираются убить вас, наполняет это впечатление жутким ужасом. Если люди кричат, значит они все еще живы, дышат. Тихие привлекают внимание первыми. Всегда держитесь от них на расстоянии в 5-25 метров, так как первый взрыв обычно устраивается лишь для того, чтобы привлечь внимание сил быстрого реагирования. Когда сталкиваешься с несколькими угрозами, всегда сначала разбирайся с ближайшей. Попросите врача наложить вам минимум 3 жгута при ранении, и всегда берите их из аптечки врача. Ни в коем случае не из своей собственной. Если вы слышите, что мины из миномета пролетают со свистом, они не попадут в вас. Если вы слышите низкие звуки ударов, а затем не слышите свист, то падайте на землю, быстро. Держитесь подальше от стена, рикошеты это серьезно. Если вы слышите звуки чик-чик-чик, то в вас стреляют. Если вы слышите звук шпак, то в кого-то попали. По сути это звук разрывающегося мяса. Никто не разговаривает в чертовых вертолетах, кроме членов команды пилотов. И то только если их системы коммуникации подключены к микрофону, а микрофон расположен у рта. Большинство людей обосрутся и обмочатся в первом бою. Никто не рассказывает об этом. Перестаньте спрашивать у солдат, сколько у них было убийств, и сколько подтвержденных убийств. Реальным участникам битв плевать на количество. Количество, отраженное в документах, отличается от реального количества. И люди, которые участвовали в этом, знают, что произошло на самом деле. О том, как много солдатских привычек настолько впитываются в вас, что вы будете делать это спустя недели, месяцы и годы после. Я до сих пор рассматриваю углы, когда захожу в комнаты. Проверяю дверные проемы, точки входа-выхода, как люди стоят, их язык тела. Если придется, что я могу использовать в качестве оружия. В ресторанах я стараюсь по возможности садиться лицом к выходу. Когда я иду пешком, я сканирую все слева направо. Сначала радиус в 5 метров, затем радиус в 20 метров. Просто читаю лица людей и местность. Я не могу сказать, что это плохо, это просто часть моей личности теперь. Хотя мне не хватает тяжести. Бронежилет, оружие, рюкзак, набитый патронами. Когда ходишь без всего этого, чувствуешь себя намного сильнее. Я был в Ираке 2 месяца, где-то в Суницком треугольнике. Я был на дежурстве в сторожевой башне и обеспечивал безопасность административных конвоев между местными базами, в основном. Я совершил где-то около 125 конвоев и кучу полетов на вертолете Black Hawk. Большую часть времени я проводил в разъездах по округе. Когда я не был в разъездах, я спал или играл в Хэллоу. Мы жили в одном из дворцов Саддама. Да, серьезно. Каждый день и каждую ночь по нам бил косвенный огонь, минометы и РПГ. Это происходило так часто, что мы в основном игнорировали это или просто обсуждали во время перекуров. В меня стреляли относительно часто, но стрелки были ужасно косыми. Я редко чувствовал себя в опасности. У меня была пара случаев, думаю 3-4, когда я был близок к смерти и чувствовал себя в опасности. Однажды была ситуация, в которой я должен был умереть, но мне очень повезло, и я не умер. Был один случай, когда я был уверен, что умру, и я никогда не забуду об этом. Не о самой ситуации, а о страхе. Никогда не забуду, как сильно я был напуган на протяжении этого короткого периода. Это был страх, меняющий жизнь, наносящий вред. У меня ПТСР, и время от времени оно обостряется. Все не так плохо, как было раньше. Я все еще не могу смотреть фильмы о войне, но я уже могу мириться с громкими звуками. Однако я начинаю сильно раздражаться, если мне приходится их слышать слишком долго. Я, по сути, веду себя как параноик по любому поводу. Однако это не выходит из-под контроля. Надеюсь, я не дойду до стадии, когда мне потребуется лечение. Мне кажется, у других все намного-намного хуже, и я лучше оставлю возможность лечиться для тех, кому на самом деле это нужно. Я в довольно сильной депрессии. Мне кажется, я никогда не смогу завести таких же друзей, каких завел в Ираке, а моих друзей из Ирака больше нет. Мне кажется, что все прочие социальные связи какие-то искусственные, поэтому мне бывает очень одиноко. Все то время, что я был там, моим единственным желанием было вернуться. Вернувшись домой, я на самом деле не смог взять себя в руки, и мне хотелось снова отправиться туда. Я рассказал обо всем максимально честно и без прикрас. Весь мой боевой опыт был связан с конвоем. Поначалу вы в замешательстве, пытаетесь понять, что, черт возьми, происходит. К тому времени, как я это понял, я только начал выполнять свои боевые обязательства. Получать команды, докладывать о ситуации. Все время в дороге, после изматывающих учений. Ожидание следующего удара в надежде, что он будет не по вам и не по вашим солдатам. Фраза «ожидание убивает» довольно уместно. Все мои текущие проблемы именно такие. Повышенное ожидание, ощущение, что в любую минуту что-то произойдет, и это будет что-то плохое. Что касается тех, кто обвиняет нас в убийстве гражданских, у вас нет ни малейшего понятия о том, о чем вы говорите. Повстанцы, Афганистан, постоянно подставляют коалиционные силы, чтобы они убивали мирных жителей. То есть набивают фургон гражданскими или детьми, затемняют окна и стреляют из РПГ, стоя на фургоне. Это случилось со мной. Виню ли я себя за то, что дал своей воздушной поддержке подтверждение на вступление в бой? Черт возьми, нет. Мне ужасно жаль этих людей, но вина лежит на повстанцах, а не на мне. Не на пилотах, не на коалиции. Война ужасна, однако я ни разу не видел представителей коалиции, которые пренебрегают человеческой жизнью и не ценят ее так же, как это делают повстанческие силы. Когда мой друг вернулся из Афганистана, он рассказал мне, что самым ужасающим, самым пугающим опытом, с которым он когда-либо столкнулся, была встреча со снайперами. По его словам, как-то раз его взвод шел, и они услышали свист. Затем второй свист. Они начали кричать «Контакт! Контакт!» и все попадали на грязную землю, где не было никакого укрытия. Вокруг них на многие километры не было ничего, кроме гор, а пули просто пролетали над головами. Он признался мне, что в этот момент он понял, насколько хрупка его жизнь, и что он может умереть в любую секунду. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.